Разрушенные дома, сорванные крыши, поваленные столбы, линии электропередач. Таковы последствия торнадо в южной части американского штата Луизиана. В регионе объявлено чрезвычайное положение. «Я не ожидал всего этого. Не думал, что будет настолько плохо. В этом квартале особенно плохо». Смерчей было несколько. Один из них пронёсся по восточной части города Новый Орлеан. Чудом жертв нет, но сообщается о десятках пострадавших. Двое из них получили тяжёлые травмы. Вся семья этой женщины была дома. Дом разрушен, но люди целы. «Облака двигались очень быстро. Тут я услышала этот звук. Дочь сказала, что как будто поезд, и что, наверное, это смерч. Потом мы увидели летающие обломки. Прежде чем мы что-то поняли, он уже двигался на нас. Погас свет, мы побежали по коридору в спальню. А потом слышали звон стекла, двери. Честно говоря, думали, не выживем». Она говорит, что всё длилось около восьми минут, но казалось, что целую вечность. «Никто не получил физических повреждений, но мы пострадали эмоционально. Мы все выросли в этом доме, все мои внуки. Это всё воспоминания, и теперь это всё уничтожено». В результате нашествия смерча несколько тысяч домов остались без света. Есть сообщения об утечках газа. Власти продолжают оценивать ущерб нанесённой стихии. Напомним, в 2005 году Новый Орлеан сильно пострадал от урагана Катрина, самого разрушительного в истории США. Тогда в городе погибло почти две тысячи человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова